Уважаемые друзья, мы находимся сегодня на полях прекрасного Мамонтовского района. К сожалению, опять светит палящее солнце. Но я хочу сказать, что более 100 лет тому назад русский агробиолог Иван Овсинский изобрел эту технологию, которая теперь называется, не русскими словами, ноутил, к сожалению. Но первенство все равно остается за Россией. Только вот беда, в России почему-то эта технология приживается медленными темпами. И сегодня, как я уже сказал, мы находимся у, наверное, главного энтузиаста в Алтайском крае этой технологии, у Владимира Васильцова. Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Расскажите, на каком поле мы сейчас находимся, что оно из себя представляет, какие здесь есть вопросы с этим полем и какие надежды? Мы находимся на поле совместный посев азимы рыжик и азимы вика. Почему такая комбинация? Совместный посев. Совместный посев, да. То есть здесь была в прошлом году посеяна азимая пшеница. После уборки азимы пшеницы мы выдержали определенное время, сделали обработку гербицидом и посеяли азимы рыжик с азимой викой. Для чего? То есть, в принципе, культура стержневая, рыжик крестоцветная, и вика азимая – это бобовая культура. В принципе, как бы решение спонтанно пришло. Просто ищем варианты совместных культур, которые бы жили вместе и не создавали друг другу конкуренцию. А наоборот, в перспективе на последующие были бы хорошими предшественниками. Так, трехлетняя. В этот поле третий сезон находится в утиле. Немножко есть пожненных остатков. Немножко. Чуть-чуть мульчи, да. Не будем разбивать, а так. Видите, здесь сколько корневые окончания и влага. Влага есть. Есть, но вот. Но немного, да. Смотрите, какая она рассыпчатая уже становится, и влажная. Вот верхний слой, если его взять, ну, всего лишь 3-4 сантиметра, вот она, да? Ну, до 5, он просох. Отлично. А земля рассыпается, она не комком. Смотрите, сколько. Красиво. Вот она, структура почвы должна быть, в принципе, чем мельче она, ну, не до пылеобразной, такая, чем лучше. Вот, что, а мы для чего делали механическую обработку почвы? Чтобы разоплатить почву. Разоплатить почву можно за счет смены корневых систем, правильного всего оборота. И получить результат еще интереснее. Не, ну, это гораздо. Тут масса бактерий, очевидно. Если мы на то поле перейдем, я не удивлюсь, что там мы копнем, и там могут быть дождевые черви. Ого. Хотя, вопрос, говорят, что когда люди занимаются наутилом, мы убиваем почву. Вопрос возникает от... А почему мы ее убиваем? Нет, почему люди думают... Почему появляются черви? Да, откуда они возьмутся? А люди думают, что за счет химии получаются? Да, за счет того, что много используем химии. Но как мы ее используем? Сегодня, что традиционно технологии, что наутил. Против широколиста сорняков мы работаем. Против злаковых мы работаем. Растения лечим, фунгицидами используем. Инсектициды используем. Что в той технологии, что в другой. Здесь добавляется только один момент. Предпосевную обработку почвы. Механическая обработка делается за счет механической обработки. Мы же делаем... Вот сейчас зайдем на поле, посмотрите. То есть мы зашли, посеяли. И частично вот это поле вообще не обрабатывалось. Потому что она уже восьмой год, сорняков уже нет. То есть, ну грубо говоря, ладно, если забрать за поле, кто входит, надо обработки лебицидов споршного действия. Ну, вход достаточно непростой в эту технологию. Если ты переходишь к традиционной, наверное... Головой перевернуть и все. Просто в голове, да? Да. А затраты? А какие затраты? Техника, что при традиционной, что при нулевой, только при традиционной в два раза больше. То есть, у меня здесь, у меня, допустим, 2500 гектар, у меня два трактора. Да, неси. Все. То есть, не надо делать предпосевную обработку почвы. В смысле механическую. А судя по с последним трем годам, это вообще критично. Мы же делаем подработку почвы для чего? Чтобы поработать, поборяться с сорняками. Соответственно, ту глубину, которую мы обработали почву, мы испарили влагу. Один момент, второй момент. В любом случае, почва это живое вещество. И бактерии есть, и аэробы, и анаэробы. Сделали механическую обработку, мы их перемешали. Вы не замечали дома, на даче, когда вы делаете механическую обработку почвы, в течение 7, от 10 дней до 2 недель, земля черная. А почему она черная? А может быть, потому что мы просто смешали бактерии, аэнаэробокс, которые живут в аэробном и в анаэробном слое. И мы перемешали, и погибли. Частично не погибли. Нужно определенное время, которое должны колонии восстановиться. Давайте реально копнем, посмотрим. Итак, 9-летнее поле. 9-й сезон, точнее. Помульчаю, вы видите, сверху. А вот что внутри, сейчас посмотрим. Красота. Вот она, верхний слой. Вот, смотрите, всего лишь на все высохло. Да. 2 сантиметра. 2 сантиметра. А здесь очень влажно, хорошо. И она рассыпается. Вот, пальцем берешь просто слои. Еще структура почвы не такая, какая бы хотелось бы. Но она уже раз... Вот здесь не было ни плуга, ни дискатора, ничего. Прекрасно. И запах совсем другой у нее. И запах удивительный. А что здесь посеяно сейчас? Значит, в прошлом году здесь была пшеница яровая. Урожай на этом поле был средний. Какой урожай, да? Здесь было 30 центеров. 30 центеров. Сейчас посеяно Вика. Вика... Ну, то есть мы меняем обязательно принцип построения севооборота просто. Стержневая система. На будущий год мочковатая. Думаю, что принцип севооборота смены корневых систем, неважно в какой системе работаем. Прямая технология, технология прямого села наутил, либо там традиционная, или там мини-тел, неважно. То есть питание растений идет на разных горизонтах. Если стержневая система питается от полметра до двух метров, в зависимости от вида растений, а мочковатая система злаковая, они питаются глубиной 20-40 сантиметров. Основное питание. И когда мы сеем мочковатую систему, у нас получается разуплотнение верхнего горизонта в пределах 20-40 сантиметров. А когда сейчас сеем стержневую систему, вот мы сейчас на следующее поле зайдем, вы посмотрите, какой там донник. Донник прошлого года посел. Сейчас тема, вот здесь 9 лет, да? Я думаю, что сейчас при той информации, которая сейчас есть уже, обмен опытом, мы можем привезти землю не за 9 лет, а за 3-4 года. Через год она будет примерно такой. То есть мы убираем рану культуры, сеем новую культуру. И у нас чем длиннее находится зеленое растение на почве, тем почва быстрее приходит в равновесное состояние. Хотя, если брать традиционную технологию, то надо паровать. То есть поле должно отдыхать. От чего? От кого? От нас, скорее всего, от человека. Ну, на естественных сенокосах же, на лугах, вот, на альпийских лугах, там же никто не копает, ничего не сеет. И там же почва не отдыхает, черная же нога ее нет. То есть одно растение умирает, другое растет, да? И получается постоянное насыщение почвы корневыми окончаниями, бактериями. Я думаю, что почва – это 100% живой органит. Если мы начнем хотя бы чуть-чуть понимать его, должно быть совсем по-другому. Про покровные культуры есть такой вопрос. Ну, и традиционный скепсис связанный с тем, что у нас очень небольшой вегетативный период, Сибирь, когда это сеять, успеем ли, нужно ли это делать, лучше, плохо получится, ну и так дальше. Вы как считаете, место покровным культурам в Сибири или нет? Три года назад в Ростове была конференция сторонников прямого сева, и вступал американский фермер Рик Бибер, который уже более 20 лет занимается технологиями прямого сева, наутил. Я называю прямой сев, а они называют наутил. Когда он выступал, и люди, там было порядка 400 человек, и шумок пошел по залу. О, это у вас там так, у нас это не получится. То есть, в принципе, какая разница, в Сибири мы находимся, на юге находимся. Нужно сломать психологию, стереотип. А как это сделать, это уже мы должны думать. Не дядя кто-то придет, нам расскажет. То есть, вот здесь будет посев сделан в день уборки. То есть, комбайны будут работать, и сразу будет сеять. И всходу будет 100%. Потому что влага, которая находится в почве под покрывалом, она не выветривается. Как только мы срезали стерню, за двое суток влагу летит. Что вы будете делать, когда на этом? Ну, я предполагаю, что в первой декаде июля. Июля. Соответственно, в ответ на тот вопрос, успеем мы посеять или не успеем? Если мы озимую пшеницу сеем с 25 августа по 14-15, все успеваем, да, она же всходит. Но нам нужно создать минимальный разрыв между уборкой и посевом. Вот если он будет в час уборки, то все будет хорошо. Есть опыт на Алтае уже. У нас, ребята, мы же общаемся, да? Ребята посеяли в Топчихенском районе, на бугровых полях. В день уборки посеяли корчицу. Она выросла вот такая. Как только уходили с каждым днем дальше, в итоге через 4 дня она выросла такая. Ну, вот результат. Ну, вот мы находимся на просто образцово-показательном поле, где можно увидеть уже нормальную мульчо и посмотреть, что внутри. Но самое интересное, что это поле очень вкусно пахнет. Вот донник, он прямо чувствуется здесь. И это даже не назовешь уже бинарным полем, как я понимаю. Тут уже будет три культуры. Не, ну, в принципе, в прошлом году это был бинарный посев. Пшеница яровая с подсевом на бобовую культуру, бинарный. Здесь мы пытались подобрать бинарную культуру, чтобы она не создала конкуренцию основной. То есть это поле пшеницы в прошлом году дало урожайность 29 центеров. Вообще вопрос возникает, говорят, что в принципе, когда мы сеем бинарный посев, в любом случае для бинарной культуры, она же влагу заберет и питание заберет. Возможно, да, если неправильно подобрать соотношение основной культуры. То есть основную культуру мы сеем, допустим, 2,5 миллиона, 3, грубо говоря, 120-130 килограмм в зависимости от массы тысячи зерен. А вспомогательную культуру мы вот в прошлом году посеяли 1 килограмм. И смотрите, как она смотрится. То есть она в прошлом году конкуренцию не создала, а в этом году мы в нее будем севать гречиху. Почему? Потому что донник – это медонос. Мы будем привлекать естественных опылителей. Само собой, и кто-то на пчелу поставит. И здесь будет гречиха, и что еще? Здесь гречиха, донник, фацелия и горчица белая. Еще фацелия и горчица белая. А это зачем? Для разнотравий. Для разнотравий, для привлечения естественных медопылителей. То есть это поле никакими инциклицидами работать не будет. То есть здесь будут и букашки, и дикие, и культурные пчелы летать, и дикие пчелы. То есть чем больше опылителей, чем вероятность урожайности гречихи выше. Ну, я предлагаю копнуть все-таки, чтобы почувствовать, что здесь за корневая система и насколько она мощная. Вот на том поле были, и на этом поле. Вот как она. Да, мягкая прямо. Вот этот слой немножко поплотноватый. Ну, вот пропитка, все равно и пропитка, и влага, все мы здесь видим. Ну, вот здесь она такая структура. Здесь волосинки разные от корневых окончаний. Вот корневые окончания чего-то. А, вот, смотрите, чего-то. Вот они. Да. Вот клубень. Клубеньки. А это связывает азот, да? Да. Мы сейчас можем выкопать донник, растение донника. Ага. Готовалый. Вот корень корешки, а вот она почва как разуплодненная, вот она вся порвана. Да, прекрасная почва. Вверх, конечно, немножко получается суховатый, как бы не хотели. Но апрель и май не было осадков. Но зато внизу все прекрасно. И мы видим мощную корневую систему, которая, конечно, превращает почву. Да, она рахлитая. Совершенно вживую. Вот клубеньки, начинают появляться клубеньки, которые будут, бесплатно азот будет. Вы понимаете, когда мы встречаемся с ребятами, разговариваем по поводу затрат на гектар, я вам скажу, что 50% не знаю, что такое затрат на гектар, это же плохо. Никто не считает себестоимостью. Да, и когда я говорю, что у меня затрата на гектар 15 тысяч, они говорят, нифига себе, да я убрал 15 центеров, продал по 10 рублей, это получилось 15 тысяч. А я что заработаю? Вот тема. И на этом все заканчивается? Все заканчивается. Есть разговор об экономике? Приехали ребята с Родинского района, разговариваем. Давайте посчитаем, просто побеседовать, сколько урожайность у меня, сколько у вас. Хорошо, я застаю, у меня на каждом поле есть анализ, на каждом поле, в общем, на каждом поле. Я говорю, давайте, считаем, себестоимость, это было 4 года назад, себестоимость пшеницы у меня была 3 рубля. Они открывают свою книгу и считают, и у нас 3 рубля. А за хреном нам 5 трассов ходить в поле. Я говорю, подожди, сколько у тебя валовый сбор? 15 центеров. Я говорю, у меня 30 центеров. Он говорю, все вопросов нет. То есть человек экономист понимает, что вопросов нет. И они перешли на этот технолог, переходят. А в большинстве случаев, ну, а на технологии это более сложная. То есть здесь надо быть, ну, вот смотрите, вот сейчас здесь на этом поле страны, конечно. Есть только то растение, которое нам нужно. То есть эта технология, эта технология для гроссмейстеров, в общем, если так говорить. Для тех, кто любит землю. Надо общаться, делиться между собой. Между собой. Самое главное делиться ошибками, чтобы не наступать на эти грабли. В общем, учитесь, перенимайте правильный опыт. И помните, что экономика, она рассудит и поставит все точки над «и». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вам было очень приятно и полезно побывать на ваших полях.